Батальон Славянск, подразделение легендарного Мотороллы. Пока у наших бойцов пауза, мы сейчас сделаем интервью с Гамбитом. Это наш пулеметчик и автоматчик, и вообще замечательный человек. Кстати, вы все знаете героя Ермака, вот они друзья по Одессе, начинали там. Сейчас несколько вопросов, и отвечая на них, Гамбит все расскажет сам. Так, представьтесь, боец. Мой позвонок Гамбит, обойдемся без имен фамилии, я думаю, да? Угу. Служу у Мотороллы с 10 июня, вообще прибыл на восток 7 мая. После событий 2 мая мне там было делать уже нечего. В том смысле, что поиски были уже слишком серьезные, за меня взялись конкретно, и мне пришлось оттуда уехать. Там бы я ничего не добился, только бы подставил других бойцов, которые там действовали подпольно. Там это в Одессе? Да, в Одессе. Вы сами одессит? Да, я одессит, коренной одессит. Расскажите, что было на самом деле в тот страшный день, когда сожгли людей? Потому что до сих пор ходят разные версии, и некоторые даже на нашей стороне начинают сомневаться. А вдруг это было нечто с целью провокации устроено российской стороной? В общем, давайте, вы как человек, который был там непосредственно, все знают, расскажите. Ну, то, что должны были приехать эти уроды, я извиняюсь за свой французский, это было известно еще где-то за неделю, это 100% информация. А вообще то, что они собирались это делать еще и в других городах, было известно еще ранее. Ну, якобы пошла подготовка нашими одесскими лидерами великими. Мы говорили, что есть деньги и на бронежилеты, на снаряжение, есть люди, все подготовлено, спецы и так далее и тому подобное. Ну, а 2 мая, когда они уже прибыли, нас оказалось всего лишь там человек 150, это самый максимум, против их тысячи. Потом к ним на подмогу пришло еще несколько тысяч. Ну, а когда они уже дошли до Куликового поля, их уже было около пяти тысяч. Что было дальше? Ну, если подробно, то мы сначала собрались возле памятника погибшим милиционерам, там у нас был сбор. Ну, вот так вот мы ждали, 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 до тех пор, пока там не собрали все силы наши. Ну, вот опять же, что говорю, что был человек 150 максимум, и то, это еще с теми, которые пришли к нам на подмогу, которую вызвал я с Куликового поля. Кстати, ее не хотели запускать, потому что там лидеры эти наши орали, что это провокация, что туда идти не надо. Есть там такой адресочек рядом с памятником погибших милиционеров, Жуковского 36, если я не ошибаюсь. Там ихний офис. Там было и у них и оружие, это было известно. И там у них был сбор таких самых основных их корректировщиков, если так выразиться можно. Нам милиция не дала туда зайти, разгромить ихний офис. Как они официально именовались? Представительство правого сектора или кто? Там был офис свободы, если я не ошибаюсь, я уже не помню, какой там у них был офис, или свободы, или еще, или этот, нет, Кличко, это другой был офис. Да, по-моему, свободы, я точно уже не помню. Там они меняли эти названия, неважно. Самый главный факт, то, что там были бойцы правого сектора, ненормальные люди, наркоманы, ну и так далее. В общем, не дали нам милиционеры, не заблокировали вход, не дали нам туда зайти. И мы отправились на позицию этих, так сказать, патриотов Украины, чтобы не дать им разгромить город. А мы знали, что даже если бы мы туда не выдвинулись, они бы шли по городу, громили бы город. Ну, короче, харьковский вариант был бы в Одессе, один в один. Но мы должны были дать им отпор. Ну, опять же, повторяюсь, нас кинули конкретно, людей у нас не было. И вот нас окружила, это тысячная армия ихняя. Ну, и мы там держались как могли, но, к сожалению, пришлось отступить. Мы, кстати, держались, хоть нас было и мало, и держались мы, по-моему, часа четыре, если не больше. Они не могли нас прорывать. Потом они уже за последний час уже начали использовать огнестрельное оружие против нас конкретно. То есть при мне только человек пять-семь было двухсотых сразу. По мне пули мимо летали над головой. Я не знаю, как я чудом остался там жив. Я был в первых рядах. Потом всех загнали в Дом профсоюза. Потом, когда нас уже начали конкретно оттуда с греческой вытеснять, мы отступили тремя группами к Куликовому полю. Когда нас подобрал, чудом подобрала машина, там Сережа, есть один мужичок, он нас подобрал на машине, мы забились сколько могли людей и быстро туда отъехали. Начали уводить оттуда людей. Потому что на Куликовом поле без огнестрельного оружия тот Дом профсоюзов было оборонять невозможно. Вообще никак. Это был просто гроб огромный. Мы начали уводить оттуда людей, но проплаченные, я не знаю, проплаченные, не проплаченные, или просто дураки, начали орать, что типа это все провокация, предательство, нужно оставаться там, нужно держать какой-то отпор. А у них это было настолько организовано, что после нашего отступления, ну минут через 15 уже вся толпа шла к Куликовому полю. То есть у них был четкий план, это было все заранее запланировано, что мы и знали, но почему-то наши лидеры ничего не сделали для противодействия этим уродам. Это к вопросу о том, как началась война. Война началась еще в январе на Майдане, потом очередной шаг к большой войне был сделан в Одессе. Я уже не упоминаю то, что происходило в Донецке, в Харькове и в других городах. Так что развязали войну не так называемые сепаратисты, люди, которые на самом деле всего лишь навсего защищают мнение народа, народа, избравшего строительство нового государства Новороссии. Начала войну с подачи запада киевская власть. Вот свидетель. Да, я могу сказать, что я был командиром нашего спецподразделения в Одессе. Мы следили за общественным порядком. Нам было, как бы это сказать правильно, мы не давали проливаться, чтобы кровь проливалась в Одессе. Вообще ни с какой стороны. Общались с людьми, просили их не одуматься. Не знаю, как-то посмотреть на это все с другой, нормальной, человеческой стороны, чтобы не думать о том, чтобы заработать какие-то деньги, потому что эти бы деньги потом бы их не спасли, когда бы началась бы вся эта катавасия. Ну, все равно, люди такие. И если такой человек, то он уже таким и останется, нехорошим, мягко сказано. В общем, мы отступили к Дому профсоюзов. Вкратце о том, что там было. Вкратце мы попытались сюда увезти людей, сколько смогли увелить на 411 батарею. Но когда мы уже ехали, нас уже спасли. Их не шпионы, так сказать, на машинах, на мотоциклах. Когда мы уже доехали, они уже до этого, за пару дней знали, что мы там уже базируемся. И люди... Кто-то послушал, кто-то нет, кто-то остался. У меня там остался один человек, мой зам, Толик. Он сейчас, кстати, сидит, его предали и их там арестовали. Группу одну, которая ехала все на восток. Он спасли. Когда начали уже сжечь людей, там камеры показывали почему-то всегда со всех сторон, получается, перед вход и правую часть. Где, кстати, этот сотник Микола, урод конченый, стрелял с боевого по людям в окон, не давал им спрыгнуть, когда там начался пожар. А с левой стороны, они там взломали дверь и вошли туда, в дверь, вошли в здание с той стороны. И наши уже не знали, где, что быть, а там были простые люди. Там были и дети, которых сожгли в огне. И простые бабушки, дедушки. Там просто были прохожие люди, которые туда-то ухажали. Тяжело вспоминать это все. К сожалению, меня там не было. Не знаю, может быть, я бы там тоже погиб. Короче, этот Олик, он спас человек 30 и увел их на крышу и забаррикадировался там. Я там как мог был рядом, находился через дорогу, там была одна квартирка. Не важно. Короче, координировал оттуда по телефону действия. Там Беркуту, который пытался к нашим ребятам прорваться, но их там заблокировали. В общем, что, добивали людей, которые прыгали с окон, налетели депутата нашего, убили. Он прыгнул с окна, на него налетели и начали избивать его. Добили его. В больнице умерли. Чем, на ваш взгляд, объясняется вот такая патологическая жестокость представителей правого сектора и сочувствующих им? Порою, глядя на их действия еще в начале Майдана, я невольно задавался вопросом, то ли они члены какой-то тайной сатанистской секты, то ли они все под боевыми психостимуляторами. Потому что люди действовали настолько жестоко, тупо, злобно, совершенно не по-людски, что и представить себе нельзя было этого еще за два, за три месяца. Что ими движет? Почему такая ненависть? Ну, понятно, нам не нравился режим. Нам тоже не нравился режим. Но убивать своих же сограждан, своих же украинцев, как они говорят, только потому, что они, выражая другую точку зрения, с такой патологической сатанинской жестокостью, может уже не человек. Вот что у них в душе? Есть ли у них душа? Я не знаю, есть ли у них душа. Наверное, душа есть у всех. Но у них она темная точно. Я сам сейчас задавал этот вопрос, но я человек как знающий. Я могу сказать одно, что, во-первых, про то, как они шли там в бои во всех тронках. Они шли без мозгов, они были обкурены. Это доказательств миллион. Обкурены, обдолбаны, там, не знаю, к чаем подливали. Кап-колотый, там, при мне только по человеку попадало несколько камней, били его палками, он там улыбался, шел дальше. То есть это прямой доказательство. Ну, нормальный человек не сможет так действовать. Никогда не будет так действовать, да. Его бы вывели из строя в любом случае. А что сказать вот по поводу того, что действительно режим там, да, все были против режима, вот, олигархов и так далее. Но вот когда начинался сам Евромайдан, это одно. Там люди, которые не хотели там каких-то европейских ценностей. Но опять же, это глупые люди, которые не знают, что тут, как, что, какая настоящая жизнь в Европе. Ну, тоже можно им простить это. А вот на этой уже, вот, почве уже поднялась эта вся нечисть, которая готовилась еще много лет. Много лет они готовили. Все это в Европе. Америка, Германия, там, и тому подобное. Замечательные страны, которые, все время у них мечта нас поработить, чтобы мы были ихими рабами. Но у них этого не получится, мы победим. Вы, когда приехали в Славянск, оказались у Моторолы сразу? Да, я прибыл в Семеновку сразу, а не в Славянск. Меня привез, если можно говорить. Можно говорить, да, кто меня привез? Или не стоит? Ну, а если что, я отредактирую. Ну, прапор, меня привез прапор туда. Я вообще был в разведке у Мозгового. Там, в принципе, боевых действий не было. Они общались на объем, о чем-то. Ну, и спросили, хочу ли я поехать. Я говорю, да, не вопрос, поехали. Ну, так я оказался сразу в Семеновке. С первых дней началась конкретная бомбежка. Какие самые сильные впечатления по Семеновке? Будет 3 июня тут знаменитый? Либо что-то иное? К сожалению, у меня не было 3 числа. Я прибыл в 60-й. Впечатления такие, что нас там было совсем чуть-чуть, а их очень много тысячи, и они боялись идти напролом. Они нас обстреливали, как трусы. Просто, как американцы действуют. Они выжигают. Тактика выжженной земли. Сначала все разрушают, уничтожают, а только потом приходит пехота, мухают флагами и делают вид, что как они побеждают. Но на самом деле этого не было. У них не получилось. Мы сами отошли, чтобы дать им отбор. Среди друзей есть раненые и погибшие? Ну, только вот Ермак раненый был. Опять же, в бою 3-го числа. Где меня не было. В принципе, все. Раненые только по 10 дам. У меня друг, как брат, он стал Гена. Хороший человек. Его там пытались вне обмануть. Якобы, что он провокатор. Ну, он доказал, что не провокатор. Из-за профсоюзов, причем очень жестоко. А кто такой Чайка? Кто? Чайка. Чайка? Я не знаю. Вы хотели рассказать о ком-то из бойцов? А, аферист. Да, позывной аферист. Это мой друг. Я уже тут с ним познакомился. Вот здесь уже встретил человека своего тоже. Он одессит, кстати, и глаз разменил. Он рассказал, что у нашего друга больше нет живых. Он на границе вел бой. Сжег один БТР, прикрыл с собой людей и его убили. Хороший человек. Понял. Мы все-таки, мы все тут готовы умереть за эту правду. За нашу землю. Против этих уродов. Как, по вашему мнению, будет дальше развиваться событие? Как мы будем строить Новороссию? И вообще, будет ли она построена? Мне кажется, да, будет построена. Почему нет? Много смотрю, вот, сколько объездил Восток. Луганскую область, Донецкую область. Люди этого действительно хотят от чистого сердца. И не хотят какого-то того, хоть я не жил при коммунизме, но что-то типа, вот, вроде как коммунизм с нашими технологиями, вот, чтобы были открыты все, как бы, не без закрытых границ, так скажем. Коммунизм без закрытых границ. В принципе, я думаю, что да, будет построен Новороссия. Наши дальнейшие действия, я думаю, что мы им дадим конкретных... ...честь людей оторвать. Что в бою страшнее всего? Даже не знаю. Не могу сказать. Вот, правда, не то, что мне страшно, мне просто не хочется умирать. Я думаю, еще рано. Вот так вот у меня вот отношение к бою. Друзей терять поездки, не страшно.